1 октября 1946 года завершился судебный процесс, за которым следил весь мир. Международный военный трибунал в Нюрнберге работал без малого 11 месяцев, скрупулезно разбирая преступления нацизма. На скамье подсудимых сидели бывшие руководители Третьего рейха, но суд шел не только над ними, а над всей нацистской системой. Нюрнбергский процесс стал рубежом, который навсегда отделил послевоенный мир от довоенного, сделал явными все преступления нацизма и задал новую систему координат, которая действует по сей день. Сегодня сложно представить, что Нюрнбергского процесса могло и не быть. Но до 1945 года его проведение было под вопросом. Решающую роль сыграла позиция Советского Союза, где еще во время войны прошли открытые суды над нацистскими преступниками. Краснодар, Харьков, Смоленск, Великие Луки, Ленинград, Рига – целая серия процессов, предваривших Нюрнберг. 1943 год. После поражения немцев под Сталинградом в войне произошел перелом. Советские войска продвигались по территории страны, освобождая города и деревни, оккупированные немцами еще в первые месяцы войны. Вернее, то, что оставалось от этих городов и деревень. После боев из трех тысяч домов жить можно было в центре города в одном. А все остальные – это просто стены, без всего. Картины, которые представали перед освободителями, не были похожи ни на что виденное ими раньше. Ночевали, где под кустом дождь идет, а куда они нести так? Мы столько пережили. И голода, и холода. Сожженные деревни, оскверненные города, расстрельные ямы с останками мирных граждан. Страшно. Но еще страшнее, когда ты находишь ребенка с пулевым отверстием в голове. Вот это еще страшнее. И иногда полное отсутствие свидетелей, которые могли рассказать, что же происходило в этих местах. О многих массовых казнях мы просто не знаем в силу отсутствия свидетелей, в силу того, что эти места были перекопаны, засеяны сельскохозяйственными культурами. До сих пор поисковики находят какие-то захоронения. Недавно нашли захоронение, в котором тоже есть и беременные женщины, и дети. И неясно, что это. Это люди, которые спасались вместе со Второй ударной армией от наступления. Либо это жители, уничтоженные в ходе какой-то карательной акции. Что-то постепенно вскрывается. И вот сейчас, тоже в рамках проекта «Бессрока давности» в Жестиной горке обнаружены новые останки. Поэтому еще много предстоит узнать. Нам еще чуть-чуть пройти. Ну, вот можно сказать, что вот смотрите, протяжение какое. От самого креста и вот эта вот вся сторона, вот здесь вот были расстрельные ямы. Район деревни «Жестяная горка» в Новгородской области. Одно из тысяч мест на территории бывшего Советского Союза, где от рук нацистов в годы войны гибли мирные жители и военнопленные. Здесь, в Жестяной горке, нацисты уничтожили 3600 мирных жителей. С чего начался поиск? С того, что ребята наткнулись на линию гильз немецких. То есть это гильзы 7,92 миллиметра к винтовке «Маузер». Соответственно, ну, четко было видно, что они лежат по горизонту. И буквально там в 10 метрах от них вот лежали их расстрельные жертвы. Вот здесь вот была найдена первая могильная яма. Там было 7 человек. Вот их расстреляли, они упали, и в этом положении они как бы, ну, остались. Находка не была неожиданной. О Жестяной горке знали давно, еще со времен войны. В 1943-м это место обследовали члены Чрезвычайной государственной комиссии. Специального органа, созданного для того, чтобы фиксировать преступления нацистов в местах оккупации. Кто занимался этой фиксацией? Сначала это делали военные. Сначала это делали юристы, следователи из состава тех частей, которые освобождали районы, занятые немцами. Затем именно местные жители в каждой деревне, в каждом селе, в каждом колхозе, в каждом городе составлялись акты о том, что делали немцы. Эти акты выглядят сначала, ну, достаточно непрезентабельно. Это маленькие листочки бумаги, иногда это какие-то оборотки, оставшиеся от немецких документов, школьных тетрадей, на которых составлялись вот эти самые акты, причем составлялись по определенной форме. Форма была определена в Москве, Государственной чрезвычайной комиссией. Эти акты служили доказательной базой на советских процессах над нацистскими преступниками. Некоторые дошли до Нюрнберга и фигурировали там. Советское руководство последовательно отстаивало идею суда над нацистами и с самого начала скрупулезно подошло к сбору свидетельств. Тем более, что в Европе сообщениям о происходившем в Советском Союзе верили не до конца. Считали, что советская пропаганда преувеличивает немецкие преступления. Ведь ничего подобного не происходило в западноевропейских странах, захваченных гитлеровцами. Одна из фотографий у нас показывает улицу разрушенного Дорогобужа сразу после освобождения и надпись на этой фотографии «Память о войне». И очень примечательные слова, которые хочется прочитать. «Мое страстное желание быть на земле Германии и чувствовать себя победителем, разорять германскую землю, отомстить за наши опустошенные города и села, за кровь и муки наших людей, оросить кровью немецких людей их немецкую землю, осветить ее светом пожаров, их городов и сел, чтобы они поняли сами, каковы эти страдания, которые они намеренно хотели причинить другим и причинили их». Очевидно, это слова человека, который прочувствовал всю трагедию войны. Сегодня эти слова могут показаться дикостью, но тогда для людей, видевших и испытавших на себе весь ужас чудовищных преступлений нацистов, потерявших родных, лишившихся своих домов, желание отомстить было естественным. «Я никак не понимаю, вот столько перенесли люди горя и страданий, тем более мирное население, и вообще никогда пришли, кто их просил сюда прийти. Издеваться над людьми? Так, издеваться. Это ж елюди. Это ж елюди». Смоленск. Древний город на западе России, много раз прикрывавший ее рубежи от иноземных захватчиков. 16 июля 1941 года, не встретив серьезного сопротивления, танковые группы генерала Гудериана вошли в город. Для немцев было очень важно овладеть Смоленском. Через него открывалась дорога на Москву. Естественно, что буквально с первых дней оккупации здесь немцы начали устанавливать свой, вот тот самый новый порядок пресловутый. То есть люди сразу поняли, что пришла власть, которая их, ну, мягко говоря, за людей не держит. То есть за самое малейшее нарушение вот этих распоряжений немецкого режима самые строгие наказания, вплоть до смерти. Да и, собственно говоря, по приходе любой немецкий военнослужащий мог поступать так, как ему вздумывается. То есть грабить, насиловать, убивать, никакие нормы на него не распространялись. Морально-этически, как Гитлер в одной из речей заявил, я освобождаю своих солдат от химеры именуем и совестью. В фондах музея Смоленщина в годы Великой Отечественной войны есть уникальная коллекция цветных фотографий времен оккупации Смоленска, сделанных немецкими солдатами. Глядя на эти кадры, может сложиться обманчивое впечатление, что ничего страшного в городе не происходило. Но есть и другие фотографии. Весь период оккупации в городе для, так сказать, придания оккупационной власти видимости, так сказать, дружбы с русским народом существовало и местное управо, которое возглавлял бывший адвокат Меншагин, ставший смоленским бургомистром. Он добровольно предложил свои услуги немцам и служил им верой и правдой. Но обычным палачом Меншагин не был. Он спас из лагерей сотни советских пленных. В то же время именно его управа занялась регистрацией всех жителей Смоленска. Немцы хотели знать, кого можно ограбить, кого угнать в Германию, а кто подлежит заключению в гетто и последующему уничтожению. Часть смоленских евреев, конечно, эвакуировалась. Часть еще думала, что это какой-то культурный режим будет. Да, будет трудно. Евреев они как бы недолюбливают, но не будут же они их убивать. Никому голову не могло прийти, что начнется то, чего да не было, например, и в Польше к этому моменту, чего не было в других местах, в странах оккупированных Германией. Все ведь началось только после 22 июня. Район Смоленска под названием Садки. 3 августа 1941-го здесь было организовано гетто. Евреям города был дан один день на сборы и переселения. На них налагались контрибуции, то есть изымались деньги и ценности в пользу оккупационной администрации. В законах города было зафиксировано их поражение в правах. Ни в коем случае еврей не должен появляться на базаре. Русское население не имеет права разговаривать с евреем, а тем более оказывать ему помощь. Каждый еврей, сняв шапку, должен был приветствовать немецкого солдата за неподчинение расстрелу. Был такой случай, когда крестьянка продала еврею масло, и это увидел немецкий солдат. Он захватил их, затащил во двор и вымазал лицой бороду еврею, а крестьянку, продавшую масло, заставил слезать с его лица. Когда же изверги заметят, что русский разговаривает с евреем, они избивают до полусмерти и русского еврея. Так называемый новый порядок был уготован всем. Еще в 1939 году нацисты начали разработку генерального плана ОСТ. Плана колонизации жизненного пространства на Востоке. Вообще, война против Советского Союза, она по-своему была уникальна, потому что она изначально планировалась как война на уничтожение. То есть в этом был смысл. Гитлер считал, что славянских народов и русских, в первую очередь, слишком много, что они быстро плодятся, и поэтому эти люди должны исчезнуть. А вместе с ними должны исчезнуть и основные политические враги рейха в виде комиссаров, и расовые враги в виде евреев. То есть в голове у фюрера и многих нацистов это как бы все единое целое. То есть с уничтожением Советского Союза он покочит с большевизмом, распространением марксизма, он уничтожит очень многих евреев, если не всех, и одновременно сильно сократит численность славянских народов. Территория европейской части СССР должна была быть заселена немцами, а так называемое лишнее местное население депортировано за Урал на голодную смерть. Евреев и цыган ждало полное уничтожение. В разных вариантах плана нацистские теоретики спорили, сколько оставить славян в качестве рабов для немецких господ на этих территориях. 30 миллионов или хватит 15? Самым тяжелым периодом оккупации Смоленска считается конец 1941 года. Начался голод. Паек в оккупированном Смоленске был примерно такой же, как в блокадном Ленинграде в это же время. Сейчас достаточно часто пытаются доказать, что нужно было сдать Ленинград, не обрекать людей на голод и блокаду. Однако пример Смоленска показывает, что это ничего не меняло. Германское командование не собиралось кормить население на оккупированных территориях. И даже в Смоленске, в котором население на момент оккупации составляло меньше 40 тысяч человек, продуктов категорически не хватало, и ситуация была такая же, как в блокадном Ленинграде. Гражданское население находилось в несколько лучших условиях, чем военнопленные. Лагерь для военнопленных «ДУЛАК-126» формально предназначался для временного содержания красноармейцев. Но условия в нем были таковы, что мало кто мог дожить до отправки в места постоянного содержания. Сюда попадали и мирные граждане. За отказ работать на немцев, сдавать продовольствие или за любое неподчинение. На этом захоронении лежит порядка 45 тысяч военнопленных. Рвы и захоронения хорошо видны на аэрофотосъемке, которая была сделана в октябре 1943 года. В память этих тысячах погибших военнопленных и появился вот этот мемориальный комплекс. Причины смерти очень разные. Это и повреждения костей черепа какими-то тупыми предметами, смерть от ран, потому что сюда попадали в том числе и раненые военнопленные. Но в основном это все-таки смерть от голода и болезни. Немцы вообще оправдывали свое поведение, вот эскалацию жестокости, я так сказал, эскалацию насилия, оправдывали действиями своих жертв. По нацистской идеологии жертва всегда виновата, что мы что-то не так делаем или что мы вынуждены кого-то там убить или еще что-то. Виновата всегда жертва. Если евреев убивают, виноваты евреи. Если убивают комиссар, ну это комиссары виноваты. И так далее. Почему мы там убиваем пленных? Они себя плохо ведут там. Еще одна сторона оккупационной политики, о которой вспоминают достаточно редко, это создание для немецких солдат и офицеров публичных домов. Туда отправляли женщин, разумеется, недобровольно. И вот в документах, которые хранятся в фонде западного штаба партизанского движения, указывается, в Смоленске имеется три дома терпимости, которыми ведает русский врач. Они работают по воскресеньям с 10 до 12 часов, и с 16 до 18 часов. И подобная практика сопровождалась также репрессиями против тех несчастных женщин, которые были насильно доставлены в эти самые дома терпимости. Те из них, кто заболевал венерическими заболеваниями, расстреливались, дабы предотвратить заражение немецких солдат и офицеров. Многие факты из жизни оккупированных территорий становились известны в Москве, в основном из партизанских донесений. Так еще до освобождения Смоленска стало известно о жуткой расправе над мирными жителями в селе Каспля. Мы находимся на священном для жителей села Каспля месте, где в 1942 году, 1 июля, был совершен массовый расстрел местных жителей. 157 граждан. Поначалу прошел слух, что людей будут отправлять в Германию на работы. Но об этом уже слышали, и население как бы и смирилось. В Германию что поделаешь. И поэтому приносили и продукты сюда родственники, и одежду какую-то пытались передавать. Но были и такие из арестованных, что понимали, никакой Германии не будет. Ночью накануне полицаи прошли по селу и крестиками отметили дома тех, кто был приговорен к расстрелу. В первую очередь это были коммунисты и евреи. К уничтожению приговаривались целые семьи. Родители вместе с детьми. И за 4-5 часов примерно 157 граждан были уничтожены. На следующий день привлекли местных жителей зарыть ров, в котором были сброшены тела убитых, голые тела. На пригорке лежала куча одежды. Полицаи заставили раздеваться и срывали одежду. Вот этот нацистский террор, это не эволюция, вот пришел добрый солдат, который постепенно стал злым, жестоким. Потому что вот эти плохие комиссары там или там в него стреляют. Он уже шел таким. И они еще до начала боевых действий они говорили, придется убивать. Надо убивать, вешать. Надо расстреливать. И те, кто сомневался, им говорили, ну а куда деваться? Например, когда нужно было вот убивать, как они считали, что нельзя убить одного еврея, маму с папой, надо убить и детей. И немецкие солдаты жаловались, что эти дети кричат, как немецкие дети, как бы реакция эта человеческая, как нам быть? И Гример говорит, вы должны абстрагироваться. Это не люди, это вирусы. Это у них оболочка человеческая, а на самом деле это вирус. И вы убиваете вирус, а не ребенка. Уже в 70-е годы на окраине села на Кукиной горе был поставлен памятник жертвам Касплянского расстрела. Каждая фамилия на этом списке это, конечно, свидетельство трагической судьбы отдельных людей или целых семей. Например, еврейские семьи, вот, соинские, крапивниры, они были уничтожены семьями, женщины и дети. И сам Сетькин, руководитель Касплянской полиции, ходил их арестовывать. Об этом он сказал на допросе. Здесь есть и моя родственница Мищенкова Соломонида Прохоровна. Она была расстреляна за то, что ее муж, ее родственники находились в партизанском отряде и на фронте. Это жена моего двоюродного дедушки, то есть брата моей бабушки. Сколько подобных памятников стоит на этих землях? Сколько известных и безымянных жертв лежит под всеми этими плитами? Вот мы сейчас находимся на месте. Это крутили немецко-фашистские захватчики, чтобы ослабить партизанское движение, сигнали этих жителей всех вот на это место. Собрали ни много ни мало, кого успели прихватить, потому что жители все-таки успевали некоторой частью ходить в леса, уводить с собой детей, но не всегда это получилось. Вот обратите внимание, видите, туда пошла низина. Вот на этом месте немцы восстановили пулеметы, а людей загоняли прямо с деревни Корцели туда, в эту лощину, вниз. И буквально за 15 минут 250 человек уничтожили. Среди этих 250 человек 86 человек были дети младше 14 лет. Со всех, кто выжил здесь, смог выжить, был такой Кондрашов Николай. Кондрашов Николай. Без сознания его, этого мальчишку подняли, ему было всего-навсего 14 лет. Выходили его, и он уже после войны на чрезвычайной комиссии по задеяниям немецко-фашистских захватчиков на территории Демидовского района выступал как свидетель и рассказывал об этой страшной трагедии, которая случилась под деревней Круцели. Вот 250 человек в течение 15 минут. Главной целью расправы над мирными жителями было устрашение. Партизанские отряды, которые успешно действовали в районе Каспли, приносили немцам серьезный урон. Но партизаны не могли выжить без поддержки жителей сел и деревень. А значит, по мысли оккупантов, надо было устроить несколько показательных карательных акций, чтобы остальные боялись помогать партизанам. Нацистская карательная политика приводила на самом деле к прямо обратным результатам. Столкнувшись вот с подобными акциями, население шло в партизаны, поддерживала партизан, понимая, что альтернативы у него, в общем-то, никакой нет. Вот эта расправа в Каспле, которая была одной из многих расправ, тем не менее, получила дальнейшее развитие. Трое немцев, которые принимали участие в этом преступлении, оказались подсудимыми на Смоленском процессе, который проходил в городе в декабре 1945 года. И все трое в итоге были приговорены к смертной казни через повешение. Великий Новгород. Еще один древний русский город, оккупированный во время войны. И если в Смоленске сразу нашлось достаточно свидетелей, которые могли рассказать об оккупации, то здесь ситуация была иной. Большая часть жителей была эвакуирована. И на момент прихода немцев в городе оставалось всего около трех тысяч человек. Город горел ночью. А мы в это время уснули, потому что мы уже не спали то столько времени. Мы уснули. И вдруг нам как начали грохотать стену. Что, говорит, вы сидите? Мы, говорит, отступаем. Мы смотрим, правда, армия-то идет. Много. Ну, тут мы быстренько собрались. Уже лошади были, правда, втихаря, но они были все распределены на две семьи. И мы вместе с этими отступающими солдатами мы бежали. Кто на повозках, кто пешком, жители окрестных деревень выбирались из Новгородской области. Семье Лидии Обросимовой удалось взять с собой корову. Первое время она спасала от голода. Но от долгих и трудных переходов заболела и вскоре околела. В 1941-м Лидии Алексеевне было всего 11 лет. Но она в деталях помнит те страшные дни. Идем, уже темно. Дорогу освещает. Деревня, оказывается, он набросал туда, зажигает либом, и эта деревня горела. И мы все идем. Что такое за актист? Светло, нет слов. Подходим, оказывается, на дорогу были вытащены тела. Погорел. Горел их. И мы проходили по этой, можно сказать, по этим трупам. Мы когда туда, значит, пришли ночевать-то где? Мы ходили, думали, что Шевелеве хоть переночуем, а Шевелево горит. Конечно, страху такого мы не терпели. Но мы все шли и шли, и шли. Считайте, что мы прошли два месяца по этим дорогам. Народ-то был добрый, доброжелательный. И они даже нас встречали, другой раз встретят. Пойдемте у нас ночуйте. Там они и баню натопят. Все это, вот знаете, вот такое человеческое отношение, это очень много помогло. В конце концов, семью Лидии Алексеевны отправили в Бурятию, где они прожили до конца оккупации. Ее родная деревня Колмова сегодня один из районов Новгорода. Во время оккупации она стала еще одним местом преступления нацистов. При отступлении наши не вывезли больных из местной психиатрической больницы и они попали в руки гитлеровцев. На этом месте когда-нибудь появится память к жертвам Комовской трагедии. Именно здесь были уничтожены 250 пациентов Ленинградской областной психиатрической лечебницы ядом. Также погибли и раненые красноармейцы, которые находились в этой больнице на излечении после обороны Новгорода. Передо мной протокол допроса свидетеля медсестры Мельниковой Марии Васильевны, которая работала медсестрой-санитаркой в Колмовской психиатрической больнице. Было это осенью 41-го года, видимо, в ноябре. Вечером врач Андреевский мне приказал приготовить собственные вещи больных этого отделения, так как немцы хотят этих больных эвакуировать. В ночь мы одели не всех больных, а только моего отделения, 120 человек. Врач Андреевский на спине одежды каждого больного ставил номер истории больного, потом сразу немцы привезли пакет в четверть метра квадратный с коробочками с надписью «Скополамин». Я знаю это средство, у нас его несколько граммов на всю больницу. Я удивилась, увидев такое количество скополамина у немцев, и когда было предложено вспрыснуть больным по грамму скополамина, то поняли, что больных умершвляют. После вспрыскивания скополамина больные заметно ослабли, и в таком виде были погружены буквально друг на друга и на машине куда-то увезены. И дальше она говорит, что после этого уже ничего не слыхала, после того, как больных увезли и куда их увезли. К январю 42-го года почти все психические больные вымерли, и я думаю, что к марту 42-го года из 800 больных не осталось уже ни одного человека. Уже в феврале 1944-го года при освобождении Новгорода начала работать Чечная государственная комиссия, которая собрала все факты злоодеяния, известные на тот момент, в том числе и факт уничтожения людей здесь, в поселке Комово. И это стало частью и акта ЧГК по Новгороду, и это стало частью вентильного заключения на новгородском процессе 1947-го года. После истребления оставшихся в городе людей основным занятием немцев, а также их помощников испанцев в Новгороде стал грабеж. Город полный культурных ценностей представлял для них колоссальный интерес. У оккупантов нашлись помощники из числа местных музейщиков, обиженных на сталинский режим. Это был Василий Пономарев, это был известный новгородский историк, музейщик, человек, который отлично разбирался в захваченных фондах новгородских музеев. То есть он мог, грубо говоря, показать на некую темную доску немцам и сказать, что это не просто темная доска, которую так хорошо сейчас бросить в костер, а это ценнейшая икона, ну, например, 12-го века. Но Пономарев, во-первых, был крайне возмущен поведением тех же самых испанцев. Они гордились тем, что они воруют. Чем больше наворовал, тем ты круче. Более того, почему-то у них было брендом, что ты салага, что ты гурипас, гурипас, что если ты не украл икону Святого Николая, а вот если у тебя целая коллекция икон, неких артефактов из России, значит, не зря отправился на Восточный фронт. Собор Святой Софии, жемчужина Великого Новгорода, один из древнейших сохранившихся русских храмов. Оккупанты содрали позолоченную обшивку с главного купола и пустили ее на сувениры для своих офицеров. Теперь это часть экспозиции Новгородского музея-заповедника, который находится прямо напротив храма. Здесь же хранится и необычная испанская награда. Видали за храбрость, которую вручали испанским добровольцам. На ней изображены купола, предположительно, Софийского собора. Ну и, собственно, это как раз-таки объясняется тем, что испанцы первоначально ехали сюда защищать христианские ценности от варварства, атеистов, большевиков. Поэтому очень много у них было связано именно с Софийским собором. В частности, например, после того, как с центрального купола была снята позолоченная медная обшивка, испанцами также был снят позолоченный купольный крест и впоследствии вывезен из страны. Сам Софийский собор использовали как морг для погибших немецких солдат. Довелось ему побывать конюшней и складом. Была определена участь и памятника тысячелетия России. взглянулся генералу Курту Герцогу. Он был здесь достаточно долго и памятник оценил именно как культурную ценность и прислал своему другу обербургомистру города Инстенбург открытку с видом этого памятника и с вопросом хочешь ли такой памятник получить. Видимо, обербургомистр согласился, потому что начались работы по демонтажу памятника тысячелетия России. Фигуры отломали от памятника, чтобы было удобнее перевозить их в Германию. Специально к территории Кремля оккупанты проложили узкоколейную железную дорогу. Но осуществить свой замысел Курт Герцог не успел. В январе 44-го Новгород был освобожден советскими войсками. Освободителей почти никто не встречал. Оставшихся в разрушенном городе жителей можно было пересчитать по пальцам. Даже когда прислали кинопередвижку, чтобы показывать фильмы, то пришлось смотреть этот фильм только самому партийному чиновнику, который здесь находился. Я должен был рассказывать что-то о восстановлении города, о том, что война будет скоро завершена, но никто не пришел смотреть, просто людей не было. Великие Луки. Старинный город, который называли ополчением Новгорода и предсердием Москвы. Но сегодня мало что напоминает о его богатой истории. После полутора лет оккупации его нельзя было узнать. До военного города сейчас практически нет. Жесточайшие бои шли за каждую улицу, каждый дом, каждый подъезд, каждую квартиру. Не случайно наш город прозвали Малым или Северным Сталинградом. Поэтому боев из трех тысяч домов жить можно было в центре города в одном. Все остальные это просто стены без всего. Поэтому люди жили в подвалах и в землянках. Из 35-50 тысяч жителей освободителей целится 1200 человек. Поэтому после войны город был отстроен практически заново. Вот эта ожесточенность боев за город и наверное то, что вокруг города действовали многочисленные партизанские отряды все-таки придало оккупационному режиму, который был в нашем городе, ну, особую такую, может быть, так сказать, жестокость. Старинная Великолугская земляная крепость была превращена фашистами в концлагерь и место расстрелов. После освобождения города на территории крепости нашли захоронение 500 человек. Акт от 15 января 1943 года мы, ниже подписавшиеся Макарова, Моисеенкова и Макарова Анастасия, являемся очевидцами зверских издевательств гитлеровцев над военнопленными. 24 января 1942 года, проходя мимо крепости, мы слышали приглушенный стон из-под земли закопанных восьми человек. Из них три человека были только ранены и также зарыты вместе с остальными, которые немедленно были разрыты, но через некоторое время также скончались, о чем мы подписываемся. Сперва наш город брали, в июле брали, а потом еще последний раз, когда в августе что ли взяли, и мы спасались на кладбище. в склепах. Первый, когда заходишь на левой стороне склеп, он мелкий, а который подальше, тот глубокий, что мы лазили по лестнице, а здесь внизу пушки стояли, на электростанции кукушка была, на валу там и весельца была, и кукушка была. А кукушка это что такое? А вот ты идешь, а он стреляет, попадет в тебя ленив, попадет, пуля под ножом, бик, а ты посмотришь, где никого нет, а он оттуда стреляет. Зоя Хохлова всю жизнь живет в Великих Луках. Была здесь и на момент начала оккупации. Ее мать Антонина Гусева работала в местной типографии. Она и ее коллеги подпольно печатали антифашистские листовки. Придешь, бывала туда к маме, жандармы стояли с такими бляхами. Нас пропустят туда. А потом мама говорит, а можно халат возьмет постирать мне? Гуд-гуд. И мы в халате какие-то листовщики выносили. Это уже я узнала после войны. Дом, в котором была типография, находился через дорогу от гестапо. Как раз здесь. Здесь печатались листовки, которые затем распространялись по городу. И долгое время гестапо даже не знало, что листовки печатаются прямо под носом. Эта подпольная работа закончилась довольно быстро. В числе других полиграфистов мать Зои Хохловой Антонина Гусева была арестована и содержалась в гестапо. Сначала ее можно было навещать, но однажды от нее принесли записку. И нам маленькую такую вот с тетрадного листа, половиночку с листа, милой крошкой, слушайтесь, бабушку, я скоро приду. И она все идет, до сих пор идет. Антонина Гусева вместе с другими полиграфистами была расстреляна 19 марта 1942 года. Великие Луки освобождала третья ударная армия Калининского фронта. Бои за город длились почти два месяца. С 25 ноября 1942 по 20 января 1943. Начальник гарнизона полковник Эдуард фон Зас трижды отказался капитулировать, из-за чего город был полностью разрушен и почти без людей. Надеясь удержать город, фон Зас почти до самого конца оставался в своем бункере. На этих уникальных кадрах кинохроники он с несколькими солдатами сдается советским войскам. Этот бункер сохранился до сих пор. Он служит мрачным напоминанием о тех страшных днях оккупации. Немцы отступали. 43-й год, переломный год войны сбил с них спесь уверенности в своем превосходстве. Но они уходили, разрушая и выжигая то, что еще оставалось на и без того обескровленных землях. Они спешно пытались скрыть следы своих преступлений, уничтожая невольных свидетелей, сжигая дела тысяч убитых и замученных мирных жителей. Они продолжали грабить и насиловать, думая, что война все спишет, и не знали, что весной 1943 года чрезвычайная государственная комиссия развернула масштабную работу. Судмедэксперты, следователи, журналисты шли вслед за освободителями, не пропуская ни одного села, ни одной деревни. Они фиксировали преступления, совершенные оккупантами, беседовали с людьми и обследовали расстрельные ямы и приближали возмездие. Военный трибунал Смоленского военного округа слушал дело группы бывших военнослужащих германской армии, обвиняемых в массовых убийствах и истязаниях гражданского населения и советских военнопленных. Суд идет!